Здравствуйте, мы ищем адрес Заводская 39. Центр джунглей. Наверное, туда. Встретить жирафа в поселке Яйва – хорошая примета, значит, будет праздник. Местные ребята это знают и уже торопятся. Джунгли зовут. Детский центр работает каждый день. Помимо мероприятий здесь проходят занятия – игровые и развивающие. За творческий подход бизнес признан лучшим среди молодежных проектов. На конкурсе «Предприниматель года», который проводит Пермский фонд развития предпринимательства по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Долго над идеей бизнеса нам не пришлось размышлять, так как индустрия детской анимации, современной анимации, у нас вообще, в принципе, наша ниша была не занята в Александровском районе. И мы начали с родной нашей для нас земли, с Яя. Здравствуйте, господинцы, как вы сегодня? Грэйт! Вэрэй найс! Пока ребята играют, бабушки изучают английский. А скоро здесь будут преподавать еще и французский, немецкий и испанский. Занятия организованы для жителей всех возрастов. А вот так выглядит обычное собрание в центре джунгли. К мнению детей здесь прислушиваются. В ближайших планах открыть группу юных ведущих и взять интервью у Деда Мороза и главы Александровского района. О, Никита, а тебе нравится ходить в джунгли? Вот сейчас мы открыли новый проект продвижения, вот с сентября месяца. Шоу-студия «Продвижение». Она занимается чем? Во-первых, ребята получают развитие речи, умение подать себя на публике, умение комфортно чувствовать себя в диалоге со взрослым человеком, умение выступить перед камерой. Еще одна удивительная женщина-предприниматель живет и работает в Соликамске. Елена Прибыткова организовала в родном городе два детских сада и два спортивных клуба. Да не простых, а с бассейном. Идея, конечно, была только спортивная, потому что у нас вся семья спортивная. У меня муж кандидат в мастера спорта по биатлону, я сама бывший учитель физкультуры. Съездила в Новосибирск. Там очень достаточно серьезная, сильная школа плавания именно раннего развития детей. Обучилась там, сама обучилась, обучила своих коллег. Елена стала предпринимателем года в номинации «Бизнес-леди». Сегодня «Растишка» – это сеть учреждений для дешкалят, соликамский бренд. Посетив один филиал, перемещаемся в другой. Идея открыть бизнес появилась неожиданно. Семья не могла устроить ребенка в детский сад. Тогда они решили организовать свой. Здесь малыши укрепляют здоровье. Вот только один из примеров. Тренер мне сегодня приходит и говорит, Елена Викторовна, у нас Даша поплыла. Прямо с такой радостью. Мама довольная такая. То есть ребенок поплыл, мы добились результата. Сейчас мы рекомендуем этого ребенка в спортивную секцию, в большой бассейн. У нас налажены связи, партнерство с большим бассейном, со спортивной секцией. Наших детей туда берут без отбора. В следующем году Елена планирует развивать в Соликамске детский фитнес. Перспективы есть. Спортивные клубы «Растишка» могут принять до 150 малышей. А Дарья Овчинникова готовит к открытию филиал в Александровске. Предприниматель года не просто награда, а гордое звание. И наши герои не собираются сдавать позиций. В следующем году Елена планирует. Ура!